Продолжаем говорить о выборе четвероногого друга вместе с утренним гостем, кинологом, кстати, который пришел не один, кинологом Романом Гатином, который пришел сегодня со своим питомцем. Его зовут Миша, это немецкая овчарка. Роман, доброе утро вам. Доброе утро. Доброе утро, Миша. Да, Роман, расскажите, пожалуйста, вот именно об этой породе. Ну, об этой породе, что можно сказать? Можно говорить много, но в основном эта порода применяется в служебных караульных службах, да? То есть это армия. Ну, и в нашей гражданской жизни очень собаку много значит. И функция у нее тоже, будем говорить, одна из самых таких, ну, как полезных, что ли, будем говорить, да? Это не то, что охрана дома, а вот люди с ограниченными возможностями, которые... Квадыри, то есть вот. Да, именно собака, да, потому что это устойчивый характер, то есть темперамент у собаки тоже, ну, хороший. И, то есть, будем говорить, это психика устойчивая очень у нее. Спокойно, спокойно. Да, и это собака, которая именно используется вот таких целей больше всего. Хорошо. Ну, тогда вот еще один вопрос возникает, когда мы заводим собаку. Как собака будет взаимодействовать с детьми? Это касается и овчарок, и вообще, в принципе, разных пород. Какие лучше, какие хуже? Нет, вот именно то, что если, будем говорить, по поводу собаки, содержания дома, да, и семья, там, дети, если, то есть, маленькие, то желательно выбирать породу все-таки этого направления. То есть это... То есть овчарку вы советуете? Овчарку, да. Ну, там, коли может вот такое. Ну, никак не бойцовые собаки или что-то в этом роде, там, волкодавы. То есть такие собаки, этот, в вольерном содержании, мне кажется, они должны, или там, изольерное содержание должны быть. Многие, может, не согласятся, то, что, ну, как бы, по поводу, я другой бойцовой собаки говорю, то, что это не семейная собака. Ну, возможно. Перечислите, пожалуйста, список пород, которые считаются бойцовскими для нас, для обывателей. Ну, стопарширский терьер, там, бультерьер, будем говорить, да, там, ну, волкодавы, этот, азиат, этот, кавказская овчарка. Ну, то есть это бойцовые собаки все-таки, и все равно они должны, там, или за, ну, никак не семья не должна, ни в доме, ни в квартире, тем более, находиться. Да, вот по поводу содержания, допустим, что рекомендуется, какие породы вот все-таки нужны для дома, и будут чувствовать себя там вольготнее, скажем так, да? А какие для квартиры? Да, для квартиры. Ну, сразу будем говорить, то, что для квартиры это маленькие собачки, да, то есть это терьеры там, вот, вот такого, как сказать... Худели, да, болонки. Да, 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 и ширский терьер, ну, всякое такое, ну, терьеры это тоже, будем говорить, собака такая, то есть тоже, ну, который охотник, да, там, терьеры это самое по себе название. Даже вот эти вот, йокшерские... Да, которые называют, их называют корсиловыми, кстати. Да вы что, охотничьего себе, никогда бы не подумал, что они охотники. Слушайте, еще есть одна порода, любопытная такса. Вот она вроде как маленькая, она вроде как домашняя, но это тоже охотничья собака, самая настоящая, да? Да, и дерется, лиса, она достает. Можно ли таксу дома держать? Я думаю, что таксу, конечно, можно дома держать. А как же ботинки? Ну, это, наверное, изначально, пока она щенком, пока у нее там юный период, вот это, ей это интересно, когда собака взрослеет все-таки, и в обществе, когда она больше находится, но, будем говорить, с человеком больше контакта происходит, то собака, она, скажем, годом, ну, умеет и... Воспитывает, воспитание становится. Да. Хорошо, воспитание собак, в каком лучшем возрасте брать? Совсем маленьких щенков или взрослых собак? Какой оптимальный? Уже готовых, скажем так, уже дрессированных, может быть, или самому лучше? Нет, это две разных вещи. То есть это сделанная собака и, то есть, щенок. Я предпочитаю то, что, ну, и как бы советую брать с щенком. То есть это два с половиной-три месяца приобретать щенка и с этого момента прямо уже начинать его приучать и обучать. То есть это те же самые команды. Миша, сидеть. Вот, да, вот, кстати, продемонстрирую. Сидеть. Ну, мы понимаем так, что Миша живет в частном доме, да? Сидеть. На свободе. Кстати, Миша сколько лет уже? Миша 10 лет. 10 лет для собаки. Мне кажется, это солидный уже возраст, да? Вот как для овчарки, в частности, вот немецкой? 10 лет. Это сколько по-человеческим, например, меркам? Ну, это в районе 70 лет, то есть будет. Он же пенсионер. Пенсионер, да. Уже пенсионер. Даже на выставку он уже идет в ринге ветерана. То есть вы еще выходите на выставки? Ну, уже мы перестали посещать выставки так, как он. Ну, все у него есть. Заслуженный, в общем, он. Да, и чемпионы там всех закрыты. Ну, такой. Карьера его закончена уже по поводу выставок. Ну, только если в ветеранах он будет ходить там. Почевает на лаврах теперь Миша у нас. Да, да, да. Вот так. А вообще, как вы считаете, вот все-таки дрессура, она обязательно? Конечно, обязательно. Это в первую очередь, то есть послушание собаке. Тем более, если мы говорим, опять же, о семье, там, да? То есть это в любом случае нельзя забывать. То есть вы считаете, к профессионалу можно обращаться? Если сами не можете, и, то есть, или там, у вас времени нет на это. То есть собаку надо по-любому социализировать, это раз. И второе, то, что, ну, дать ей ОКД, общий курс дрессировки, это в любом случае нужно. Это для самих хозяев уже. Потому что собака, это у вас, во-первых, гости, или вы куда-то поедете, да, там с собой возить. То есть это непредсказуемо, что может там произойти. А собака должна быть управляемой, в первую очередь. Собака должна быть управляемой. Воспитание, дрессура, самое главное. Спасибо, Роман. Запомнили главный совет, зафиксировали его для себя. Сейчас посмотрим рекламу и обязательно продолжим нашу программу.